Расскажите, пожалуйста, про сегодняшний старт автоматического транспорта. И они едут и не знают, целые или не целые квартиры. И, конечно, для нас крайне важно, чтобы транспорт работал. Мы с каждым днем будем количество единиц на линии выводить все больше и больше, открывать новые маршруты. Мы восстанавливаем контактную сеть. Скажу, что у нас сегодня в городе Харькове 35 километров, вдумайтесь, 35 километров контактной сети уничтожено. Поэтому мы сегодня делаем. Круглосуточно будут работы для того, чтобы восстанавливать новые и новые маршруты. Я очень хочу, чтобы харьковчане начинали работать. Я очень хочу, чтобы перезапускалась экономика города Харькова, как в целом перезапускалась экономика Украины. Для этого, конечно, прежде всего нужна и транспортная логистика, и то, чтобы не было войны, конечно. И это все благодаря тому, что наши героические военные отогнали эту нечисть от Харькова. Не очень хорошая ситуация с подвижным составом, потому что целенаправленно, подчеркиваю, целенаправленно наши трамвайные и троллейбусные депо российским агрессорам были обстреляны и с воздуха, и с земли. 50% подвижного состава трамваев сегодня уничтожено. Порядка 25-30% троллейбусов тоже уничтожено. Автобусы, вы знаете, мы, конечно, очень много сделали благодаря автобусам, благодаря коммунальному транспорту. Мы развозили всегда и развозим по сей день гуманитарную помощь, продукты питания в районы города Харькова. Но сегодня уже вышли на маршруты, мы постоянно будем добавлять маршруты. И, конечно, новая логистика, которую сегодня мы разрабатываем, а новая логистика необходима городу Харькову, транспортная логистика, то эта логистика позволит нам охватить практически все микрорайоны города Харькова, включая и те, которые будут построены заново. И я очень хочу, чтобы в городе Харькове появился электротранспорт, я имею в виду электробусы. Над этим сегодня я и моя команда работает, и думаю, что город Харьков – один из первых городов в Украине, в котором появятся электробусы. Сколько сегодня в первый день запрацюют маршруты? Ну, сегодня запрацуют, смотрите, будут работать маршруты троллейбуса, автобусы. Чуть позже мы выводим трамваи. Поэтому количество троллейбусов сегодня вышло на линию 14, завтра еще будет 16 троллейбусов. Кроме того, вышло 68 автобусов, которые мы так рассчитали, что да, будут интервалы, большие интервалы. Но весь город будет охвачен транспортом, и все смогут доехать в любую точку города. Как вы обеспечивали водителей, они имеют какие-то правила поведения, например, в час тревоги? Конечно, конечно. Есть инструкции, есть правила поведения. Поэтому, знаете, сегодня город Харьков такой же, как и другие города, где возможны, конечно, ракетные удары, где возможны авиационные удары. Мы это все прекрасно понимаем. Но это война. Вот когда мы победим, когда закончим войну, тогда будет, конечно, безопасно. Но сегодня в условиях войны, конечно, риски существуют. Значит, метро для нас архиважно, потому что это самая артерия перевозимая в городе. Наибольшее количество перевозок осуществляет, конечно же, метро. Я рассчитываю, что, учитывая то состояние метрополитена, которое есть на сегодняшний день, за полторы-две недели запустить первые поезда метрополитена. У нас были определенные опасения. Мы обследовали определенные участки, которые были подвержены обстрелам. Сегодня есть заключение, что они приспособлены для движения. Обещать пока ничего не буду, потому что это целый процесс. Но очень хочу, чтобы за полторы-две недели мы запустили уже в каком-то ракурсе метрополитена. Люди, которые сейчас там проживают, куда едут? Там очень много людей, которые проживают из Харьковской области, из других областей, которые приехали в город Харьков. Кроме того, есть наши люди, ну, я имею в виду, не все наши, но которые живут в городе Харьков. И могу вам сказать, что часть людей уже сегодня покинула метрополитен. Мы никого насильно, конечно, не убираем из метрополитена. Единственное, что мы освободили, освобождали, начали освобождать наши поезда, потому что люди жили в поездах. На станциях они еще могут жить. Мы подыскиваем им общежитие. У нас есть общежитие. Мы очень много, если вы знаете, из области взяли людей, которые сегодня у нас проживают. Мы о них заботимся. Поэтому и наших людей будем заботиться. Представим, что... Я правильно понимаю, они в гуртожнике, так? Игорь Александрович, вопрос, каких из обзывов узнал в городе Хранской за этот период, пока он не был в городе? Колоссальных. Сегодня рано говорить вообще о каких-то деньгах, о какой-то там стоимости. Знаете, когда мне говорят о том, что подсчитайте обзывы, да их невозможно сейчас подсчитать. И кто бы вам не говорил, что вот мы там 300 миллиардов, 500 миллиардов в Харьков потеряно убытков. Но еще нет, еще рано очень. Почему рано? Потому что мы с вами стоим и слышим, ну это выходные, да, снаряды идут. Но еще рано о чем-то говорить, потому что есть сети, потому что есть подстанция. Мы сегодня очень многие трамвайные маршруты не можем запустить. Даже если бы мы имели возможность вагонов, да, с большим интервалом, то сегодня разбиты трансформаторные подстанции. И это вызов, это вызов всем нам, нам очень много нужно делать, нам очень много нужно обновлять. Поэтому говорить сегодня о каких-то там четких цифрах, но это не представляется возможным. А что до трамваев, скажите, есть уже какие-то данные, что до восстановления того автопарка, который был уничтожен? И что согласились какие-то страны, партнеры, что до допомоги? Смотрите, мы разговаривали с Чехией, Чехия там предоставляет там несколько вагонов. Но это не глобальная ситуация, это знаете, там 2-3 вагона, которые мы получим, и то старого транспорта. А я хочу, чтобы харьковчане ездили на удобном, нормальном, самом новейшем транспорте. Поэтому, конечно, если это трамваи, то я хочу, чтобы это был, допустим, Штадлер. Если это автобусы, то это должны быть электробусы. Если это троллейбусы, то они обязаны быть, как сейчас мы с вами ехали, с автономным ходом, потому что где-то нет контактной сети. Поэтому для нас самое главное, чтобы, знаете, город Харьков всегда отличался от других городов комфортностью, уютом, красотой. И в последнее время мы взяли и обновили транспорт. И он нам, знаете, вот очень сильно помог во время войны. Это коммунальный транспорт. Я сторонник того, что критическая инфраструктура, включая и транспорт, должны быть коммунальными. Почему? Потому что сегодня я принял решение, у людей нет денег. И они сегодня две недели будут ездить бесплатно. Правильно? А частникам ты же этого не скажешь? Потому что топливо повысилось, они скажут, ну так компенсируйте нам все это. Поэтому есть очень много вопросов, которые и война показала. Очень много нужно перестроить, перезапустить на совершенно другом уровне. Вот я же не случайно говорю, точно так же мы столкнулись с уборкой мусора. Мы убирали мусор под обстрелами, под пулями. Но это благодаря тому, что есть коммунальное наше предприятие. А частники убежали. Поэтому, знаете, критическая инфраструктура должна находиться в коммунальной собственности. Тогда будет порядок и тогда мы можем на это все влиять. Поэтому очень многие выводы будем делать. Спасибо большое. Смотрите, каждый для себя принимает решение. Так же, как каждый для себя принимал решение остаться в городе или уехать из города. Поэтому люди принимают решение. Я, конечно, очень рад, что харьковчане приезжают и возвращаются в город Харьков. За вчерашний день 2000 человек приехало в Харьков. Есть ли опасность? Есть. Почему? Потому что никто не отменял ракетные удары и авиаудары. Есть ли такая опасность в Киеве? Конечно, есть. В других городах? Конечно, есть. Поэтому харьковчане очень любят и относятся трепетно к своему городу. И я рад, что они возвращаются. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Ну что, поехали? Ну что, поехали? Да. А кто? Кого мы еще забыли? Мой песен. Спасибо. Вот так. Молодцы. Так мне напишем, ребят, четыре. Надо вот здесь. Что мы ждем? Я тоже. Все, мы едем. А что мы ждем? Сейчас. Спасибо. 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 Продолжение следует...